Ненецкий округ должен стать еще более инвестиционно-привлекательным регионом. Помочь этому должен недавно принятый в НАУ закон о государственно-частном партнерстве, который создаст благоприятные условия для привлечения финансовых потоков. А чтобы закон исполняли эффективно, для представителей органов государственного и муниципального управления в Наринмаре прошел первый профильный семинар на тему управления проектами государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство или сокращенно ГЧП для Ненецкого округа пока еще достаточно новая и неопробованная форма взаимодействия бизнеса и власти. Она позволяет решать важнейшие задачи на взаимовыгодных условиях для обеих сторон. Ключевые области применения ГЧП – инженерная инфраструктура, дорожное и транспортное хозяйство, жилищно-коммунальная и социальные сферы, а также медицина и спорт. Для нашего региона такой вариант партнерства очень важен, удобен и актуален. Средств бюджета и инвестиционных поступлений не всегда хватает на все строящиеся объекты. В 71 регионе страны закон о ГЧП уже существует. Вот только зачастую документ попросту не работает. Это связано с отсутствием опыта и необходимых знаний у представителей органов государственного и муниципального управления. Смысл этого семинара в том, что, занимаясь последние 10 лет подготовкой к реализации проекта к старш-частному партнерству, мы наблюдаем, что в ряде субъектов Российской Федерации старт с использованием механизма бывает не совсем удачным. И этот неудачный старт может внушить ощущение, что данный механизм не работоспособен, а это не так. Поэтому хотелось бы обучить красно-органам исполнительной власти, чтобы они к этому механизму подходили вдумчиво и уже более профессионально. Семинар провел Виталий Максимов, председатель совета директоров компании «Транспроект», которая находится и работает в Москве. Представителем государственного и муниципального управления Виталий Максимов показал свою презентацию, с которой он объездил почти всю страну, а также привел примеры реализованных проектов к принципу ГЧП. Продолжение следует...